Для удобного изучения этого трюка рекомендую держать ручку на вторых фалангах пальцев, так как показано на видео. Первый этап изучения. Нужно сделать так называемый паз из слота 1-2 в слот 2-3. Для этого возьмите ручку между указательным и средним пальцем. Чтобы ручка оказалась в слоте 2-3, нужно согнуть указательный и в то же время поднять безымянный палец. Вот так должны двигаться пальцы во время выполнения паза. Второй этап. Нужно сделать паз из слота 2-3 в слот 3-4. Ручка находится между средним и безымянным пальцами. Чтобы ручка попала в следующий слот, нужно согнуть средний палец и в то же время поднять мизинец. Вот так должны двигаться пальцы во время выполнения паза. После того, как вы научились делать эти два паза по отдельности, переходите к изучению двух пазов подряд. Для этого сделайте паз 1-2-2-3 и после этого сразу паз 2-3-3-4. Третий этап. Нужно сделать паз из слота 3-4 в слот 2-3. Ручка находится между мизинцем и безымянным пальцем. Перед тем, как делать паз, поднимите указательный и средний пальцы. Теперь непосредственно паз. Чтобы его сделать, поднимите мизинец и надавите средним пальцем на ручку. Это самый непростой этап трюка, так как он требует ловкости и растяжки. Рекомендую этому этапу уделить больше времени на изучение. Вот так должны двигаться пальцы при выполнении паза. Четвертый этап. Нужно сделать паз из слота 2-3 в слот 1-2. Ручка находится между средним и безымянным пальцем. Для того, чтобы сделать паз, поднимите безымянный палец и надавите указательным пальцем на ручку. Вот так должны двигаться пальцы во время выполнения паза. Дальше, когда вы научились делать по отдельности паз 3-4-2-3 и паз 2-3-1-2. Переходите к изучению двух пазов подряд. Для этого сначала сделайте паз 3-4-2-3 и после этого паз 2-3-1-2. И последний этап изучения – это выполнение всех пазов подряд. Для этого сделайте каждый паз один за другим. Поначалу у вас будет плохо получаться, движения будут кривые и дерганные. Но не прекращайте тренироваться, ведь с практикой вы доведете этот трюк до идеальной плавности. Удачи в изучении! Субтитры создавал DimaTorzok